Продолжая тему работы от положения, вспомним одно из старых упражнений и некоторые подводящие. Дело в том, что мы все время рассматриваем дуэльно-спортивный вариант, когда противник находится уже перед нами. Мы занимаем позицию либо фронтальную, либо какую-то боевую из позиций. Но случаются ситуации, когда нам придется начинать поединок относительно противника, который находится от нас, либо справа, слева или сзади, у нас может не быть времени приготовиться занять позицию и потом начать работать. То есть мы первым же движением должны уже сразу начинать работу. Как развернуться в обратную сторону, мы уже рассматриваем с вариантом тэнкан. Понятное дело, что удар не будет мощным, но этого будет достаточно, чтобы перехватить инициативу, либо остановить противника. Итак, одно из старых упражнений, чтобы показать возможность работы от положения, то есть на примере бокового удара. У вас есть партнер, он становится изначально перед вами, двигается по полуокружности. Вы не подстраивались, вы все время находитесь лицом, допустим, в ту сторону. Работаем сейчас четко под правый боковой. Таким образом мы работаем от положения. Любые другие удары. Сейчас для примера было бы на правой боковой. Основным подводящим упражнением будет так называемый маятник. Берем кирю двумя руками и запускаем. Маятник снизу. Очень важно при работе двумя руками у нас устраивается центр. Именно поэтому сначала разлучим двумя руками, запуская ведро. Только потом будет выполняться одной рукой. Более сложный вариант это маятник через верх. Важный момент. Это должно быть использование инерции. Сместо. Сместо. Здесь больше нагрузка ложится на переднюю дырту. И в данном случае мы рассматриваем вариант прямовинейного выхода. Любую сторону, любой рукой. Соответственно, если надо будет назад, через какой-то из вариантов поворота. Прямое движение. Из которого мы потом можем продолжить любой из необходимых по ситуации.